Всем привет! Дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Вас приветствует все от Звездок ТВ. В этом ролике я расскажу вам о Карине Разумовской, о неудачном браке с актером и кто сейчас муж актрисы, ее первая школьная любовь. Карина Разумовская родилась в городе Санкт-Петербург в семье моряка дальнего плавания. Когда ей было 6 лет, она впервые оказалась на съемочной площадке. На красивую девчонку-блондинку в модной одежде, которую привозил папа Карине из-за границы, в метро обратил внимание ассистент режиссера с Ленфильма. Он предложил маме Карины задействовать дочь в небольшой роли в фильме «Торможение в небесах». Мама Карины согласилась и фото ее осталось в картотеке Ленфильма и ее еще не раз приглашали сниматься, но начались 90-е годы. Съемки кино практически остановились, предложений пока больше не поступало. Мама Карины настоятельно предлагала дочери поступать в иньяс, чтобы получить надежную профессию переводчика. Но Карина уже почувствовала вкус профессии актера и после школы стала студенткой Академии театрального искусства. После окончания она была принята в БДТ и уже в первом сезоне играла главную роль в одном из спектаклей этого знаменитого театра. Первую серьезную роль актриса получила еще студенткой. Она снялась в мелодраме, которая называется «Ковчег» 2002 года, а уже в 2005 году она сыграла свою большую главную роль в историческом сериале, который называется «Адъютанты любви». После этой роли Карина Разумовская каждый год продолжала сниматься сразу в нескольких проектах, в основном в образе романтических, нежных, слабых героинь, мелодрамах. Огромную популярность получил сериал «Мажор», в котором Карина снялась в главной роли с Павлом Прилучным, который был продлен сразу на несколько сезонах. На сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает более 65 работ в различных проектах. А вот личная жизнь актрисы сама по себе достойна отдельной мелодрамы. Еще в школьные годы в седьмом классе у Карины завязались романтические отношения с ее одноклассником, которого зовут Егор Бурдин. Их первый поцелуй случился в стенах родной школы. А потом, когда Карина поступила в институт и стала проводить там дни напролет, пара рассталась. В ВУЗе у нее завязались романтические отношения с ее однокурсником, будущим актером Артемом Карасевым. И к окончанию учебы пара поженилась. Егор тоже параллельно строил свою личную жизнь и даже женился. Но ни у Егора, ни у Карины счастливых семей так и не получилось. После недолгих браков оба развелись. Оказалось то, что все это время они с Егором помнили свою первую школьную любовь. Егор и Карина нашли друг друга с помощью соцсетей. И после же первой встречи эта пара больше не расставалась. Долгое время пара жила в гражданском браке. В 2018 году они официально зарегистрировали свои отношения. В 2019 году у пары родился сын, которого назвали Платон. И они стали счастливыми родителями сыночка. Муж Карины занимался бизнесом и во всем поддерживал свою супругу. Например, когда она выпускает очередной спектакль, он берет все заботы на себя по дому. Карина уже через два месяца вышла из декрета. Но даже на гастроли БДТ в Израиле она брала своего маленького Платона с собой. Сейчас актриса во время вынужденных каникул наслаждается общением с близкими, с сыном и с любимым мужем, с которым вместе она уже целых 10 лет. Пожелаем этой прекрасной актрисе и ее мужу, так же сыночку, долгих счастливых лет вместе. Любви, здоровья, счастья, достижения всех намеченных вершин в карьере, как и в личной жизни. Пусть все у нее будет хорошо. Всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан на этот канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди еще много нового и интересного. Также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких. Будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok